Укрепление экономики, благоустройство станицы, благополучие каждой семьи – это ключевые задачи, которые ставят перед собой краевая, районная и сельские власти. Александр Садчиков отметил, что Упорненское – то поселение, в котором наметились положительные тенденции развития. Станица начала формироваться как нормальная станица с направлением личных подсобных хозяйств. Станица определилась и по инвестиционному климату, станица определяется также со своим бюджетом по 131-му закону и по тому, как были распределены полномочия. Я думаю, что немало сделано здесь за прошедшее время и по благоустройству, немало сделано в отношении того, чтобы ни одна значимая, общественно значимая организация или предприятие ушли из станицы Упорной. Наоборот, вы видите, что идут ремонты и бюджетных учреждений, и благоустройства в станице, и шикарнейшая дорога, которую, федеральная дорога, вернее, краевая дорога, которая подошла к станице Упорной. Движение газа пошло. На этот год 30 миллионов выделяется, газ доходит до сладкого и дальше движется, значит, уже станица Упорную. То есть делается все для того, чтобы станица, она как имела крепкие устои, так она и имела. Подводя итоги развития территории, Алексей Долгополов сообщил членам коллегии о том, что сделано в поселении в прошлом году и что предстоит сделать в текущем. В своем докладе глава сказал, что Упорной пока трудно найти работу, потому что отсутствуют крупные хозяйствующие субъекты. Поэтому более 200 человек не имеют постоянного заработка. В связи с этим администрация ведет разъяснительную работу об альтернативных видах животноводства, садоводства, виноградарства, а также о развитии тепличных хозяйств. В настоящее время на территории поселения ведется строительство теплиц. Предположительное вложение инвестиций в данный проект 15 миллионов рублей. И также ведется, еще планируется предпринимательство из Лобинска теплицы на 5 миллионов рублей и построение магазина, открытие магазина. Соответственно появятся новые рабочие места для жителей сельского поселения, увеличатся собственные доходы. А пока собственный доход поселения немногим более 2 миллионов. Этих средств не хватает на содержание инфраструктуры, поэтому упорное получает финансовую поддержку от района и края. Александр Демченко в начале выступления подчеркнул, что любая критика, звучащая в адрес сельских властей, направлена не на то, чтобы упрекнуть администрацию, а на то, чтобы помочь в решении проблем. Мы хотим просто акцентировать ваше внимание на этих недостатках с той целью, чтобы уменьшить их количество и сделать действительно улучшение ситуации в поселении. Говоря об экономике, бюджете, финансах, первый замглавы района отметил, что это главные составляющие благополучия поселения. От этих категорий зависит его настоящее и будущее. Заработная плата в упорной ниже средней районной. 45% населения трудоспособного возраста официально числятся безработными. Однако сюда входят и люди, занятые в теневой экономике. Поэтому власти должны заниматься с руководителями организаций, предприятий, вопросами легализации зарплаты. Чтобы помочь гражданам с работой, Центры занятости населения практикуют переобучение станичников. В числе уже получивших новую профессию есть и жители упорной. В целом, для улучшения состояния экономики поселению необходимо привлекать инвесторов и развивать все формы хозяйствования. Евгений Свердликов подчеркнул, что главное богатство сельской местности – земля. В упорной географии климат способствует богатым урожаем. Поэтому в поселении надо заниматься развитием сельхозтоваропроизводства. Администрация, поселение должна сегодня заниматься вопросами развития мелкотоварного производства и привлекать жителей, живущих на этой территории, которые будут строить для себя дома, фермерские, полевые станы и так далее. Что касается имущественных отношений, Владимир Кацук сообщил, что в 2012 году в поселении возросла активность по оформлению земель. Но все равно этим вопросом нужно продолжать заниматься, потому что пока процент земли, состоящий на кадастровом учете, низкий. Сергей Перевалов, являясь куратором упорненского сельского поселения от района, отметил, что вопросы благоустройства, а это и отопление, и освещение, и дороги, касаются каждого жителя района. Все хотят ездить по хорошим дорогам, получать качественную воду, отводить воду, чтобы в станице было светло, в домах было тепло. Многое в этой области сделано в прошлом году, и еще многое предстоит выполнить. Поселению необходимо участвовать в краевых целевых программах по благоустройству. В том числе работникам администрации надо популяризировать программу социальное развитие села. Ведь она дает хорошую возможность жителям сельской местности приобрести жилье. Станица жива, в станице остается молодежь, в станице женятся, в станице создаются новые семьи, появляются на свет дети. И вот для того, чтобы всем этим людям создать должные условия, для того, чтобы поддержать то, что было создано и на месте в станице, необходима, конечно, здоровая злость на работу, необходим, конечно, здоровый такой амбициозный подход к делам, ставить перед собой планы, которые, может быть, порой, кажется, невыполнимы, но их необходимо решать. А инструментом для всего этого есть сегодня то множество программ во всевозможных областях жизни, которые сегодня есть. Несмотря на удаленность от районного центра, социальная сфера в упорное хорошо развита. В школе в последние годы увеличивается количество учащихся. Благодаря целевым программам приобретается оборудование, оснащение. Но Татьяна Гринева считает, что администрации учебного заведения надо обратить внимание на благоустройство, которое не зависит от денежных затрат. Коллектив многое способен сделать собственными руками, и этим нужно заниматься. Также больше времени педагоги должны уделять воспитанию молодежи, в том числе патриотическому. Малое количество задействовано детей военной патриотики. Надо заниматься этой работой, потому что это важно. Рассказывать детям о нашей малой родине, рассказывать о тех завоеваниях, которые были раньше. Детей надо приучать к жизни той, которая есть на сегодняшний день. Какими мы их воспитаем, такие наши дети и пойдут дальше в жизнь. Амбулатория, благодаря целевым программам, в которых участвовало районное здравоохранение, значительно преобразилась. А вот в детском саду, доме культуры имеются ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее время. Олег Кухно сказал, что население Упорное по сравнению с прошлыми годами сейчас более позитивно смотрит в будущее. Замглавы считает, что положительная тенденция сложилась и благодаря плодотворной работе актива станицы. Если по социально-экономическим показателям Упорное далеко не в лидерах, то по рейтингу главы сельское поселение на первом месте. Около 80% жителей доверяют Алексею Долгополову и считают его работу плодотворной. Решением коллегии деятельность администрации Упорненского сельского поселения признали удовлетворительной. Надо отметить положительную работу актива, ТОСов, высказать положительное мнение в целом о вашей озабоченности, о том, что все-таки мы прошли очень трудный, непростой период и продолжается, она как бы, система еще должна больше устояться. Но в целом, я думаю, что Упорненцы, можно отметить, нашли себя в этой обстановке и видят те пути, направления, по которым пойдет дальше развитие станицы. Восстанавливаясь как бы заново в своих делах, мы реально с вами понимаем, что здесь многое зависит от вас, от трудолюбия станичников, от их желания заработать, от их желания, в общем-то, достойно сегодня жить. Если нужна какая-то будет помощь, мы поможем, в каком направлении, в консультативном, в организационном, мы готовы по просьбе жителей прийти на помощь, посмотреть, что можно будет сделать. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лобан».